Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и снова мы с вами встретились в нашей мастерской радости Новогодняя школа волшебников. И сегодня я вас хочу познакомить с традициями празднования Нового года в самых разных странах. Вы узнаете, как самые разные народы отмечают Новый год, чем они отличаются от празднования у нас с вами в России. И первая страна, куда мы с вами отправимся, это Германия. Ребята, вы представляете, у них, когда звучит бой курантов, то люди залезают на стулья и в момент, когда бьет последний удар часов курантов, они все дружно прыгают с них на пол. Я думаю, что это, наверное, они такой совершают прыжок в Новый год. А что думаете вы? Следующая страна, куда мы отправляемся, это Италия. Италия, конечно, это страна с традициями. И на Новый год там такая традиция. Они выбрасывают в окна старые вещи. И это могут оказаться не просто ложки, тарелки или какие-то старая одежда, да, а в окна могут полететь даже телевизор, стол и диван. Так что под окнами в Италии в Новый год лучше не ходить. Следующая страна, это Индия. Там 1 января никто не имеет права грустить. Все должны иметь хорошее настроение и поднимать его друг к другу. Очень хорошая традиция. Ну а также днем 1 января они состязаются в стрельбе из лука. Бразилия. Это теплая страна. Когда у нас с вами наступает Новый год, у них тоже, конечно же, он Новый год, но у нас зима, а там лето. И на Новый год они ходят всегда легко одетыми, но обязательно надевают белую одежду. Наверное, как знак чистоты, хорошего будущего, которого они ожидают от Нового года. Ну и, конечно же, это страна зажигательных танцев и карнавалов, веселья. Дальше мы отправляемся с вами в Португалию. Там традиционно пекут пирог. Но не просто пирог, а пирог королевский с сюрпризом. Каждый может достать какое-то предсказание на будущий год. В Великобритании традиция очень теплая. Под бой курантов все обнимают друг друга. Ну а что же в России? Конечно же, для нас с вами Новый год – это салют, это много снега, это новогодний стол, встреча с близкими, родными, с друзьями. А также мы все с вами обязательно украшаем новогоднюю елку или ель, или елочку. Кто что любит. Кто-то любит елку искусственную, чтобы не портить природу, не вредить ей. А кто-то любит именно настоящую, натуральную елку, чтобы почувствовать этот запах хвои, да, и пришествие, приближение Нового года. Создать такую атмосферу. А кто, ребята из вас, знает, почему же именно елку принято украшать в России? Так вот, впервые эту традицию из Германии привез Петр I. Но эта традиция в России не прижилась, елку не стали украшать. А вот жена Николая I, она была немкой по происхождению, эту традицию возродила. То есть эта традиция к нам пришла из Германии, но стали елку украшать только лишь во времена СССР. Ну и есть такая красивая легенда, которая мне очень нравится, я хочу вам ее рассказать. Почему же украшают, наряжают именно елку? Говорят, что когда родился Иисус, то Марию пришли поздравить с его рождением. Как вы знаете, все и люди, и даже звери, но оказывается и даже растения. И только елка скромно стояла в стороне, потому что она боялась своими иголками уколоть младенца. И у нее не было подарка. Тогда другие поздравляющие отдали часть подарков ей. И вот такая нарядная она радовала младенца. Вот такая, ребята, легенда. Ну а я вам сегодня в мастерской радости предлагаю тоже сделать елочку. Мы с вами ее сегодня сделаем из ниток. Они могут быть самые разные. Нитки мулине, или они называются вот такие ниточки ирис. Или просто любая пряжа, какой-то канат. Все, что у вас дома найдется. Посмотрите, обратите внимание вот на такую елочку красивую, правда? Она сделана вот как раз из такого шпагата. Но, как вы видите, она имеет форму конуса. Мы же с вами сегодня сделаем елочку из картона. Нужно вам взять какой-то плотный картон. Либо, если плотного не найдется, то можно взять простой картон. И сначала вырезать из него квадрат со сторонами 25 см на 20. Вот такой квадрат. Затем нужно из этого квадрата сделать треугольник, чтобы он у нас был похож на елочку. А как это сделать? А это очень просто. Нужно всего лишь верхнюю сторону поделить пополам. То есть 20 мы делим пополам. Это 10 см. И поставить здесь отметку. И уже соединить с помощью линейки вот эту отметочку с углом внизу слева и справа. Вырезать по этим линиям. И у нас с вами получится вот такой треугольник. Это и будет наша с вами будущая елочка. Теперь мы берем ниточки. Я возьму вот такие вот нитки шерстяные. И мы можем сверху на уголочек просто, если у вас есть, может быть, клей-пистолет, термоклей. Либо мы можем просто на уголочке завязать узелок, чтобы у нас эта ниточка никуда не ускользнула. И что же мы делаем? Мы начинаем вокруг этой елочки обматывать эту нитку. Конечно же, слой должен быть за слоем, рядом друг с другом, не пропуская, не оставляя никакого свободного места. И так мы продолжаем. До самого низа вы можете чередовать, взять нитки другого цвета. Может быть, вы захотите сделать зеленым цветом, а потом украсить уже какими-то украшениями другого, соответственно, более яркого цвета. Чтобы елочка у нас, если вы сделаете зеленой, была как настоящая. Как будто бы она действительно у нас такая красавица пришла из леса. Ребята, почему я начала именно с этого верхнего уголка? Ну, во-первых, тут легко закрепить эту нитку. А во-вторых, с этого уголочка будет правильнее делать и обматывать для того, чтобы у нас с вами ровно, красиво получалась наша елочка. Если мы пойдем по широкому вот этому краю, то будет трудно и в итоге неаккуратно. И мы продолжаем с вами до самого низа заполнять полностью все это пространство. Итак, ребята, у меня получилась вот такая елочка. Я взяла нитки двух основных тонов и обмотала вокруг картонного треугольника. Теперь нам эту елочку нужно украсить. Чем же можно ее украсить? Ну, во-первых, можно взять различные ленты какие-то, да? Можно взять пуговицы самых разных цветов и их либо пришить, как-то закрепить, да? Либо приклеить клеем, это будет так и быстрее и надежней. Можно просто еще дополнительно нитками какими-то желтыми, красными. Вот я возьму синие, чтобы это было видно, голубые, да? Изобразить гирлянду. Как же это сделать? Ну, во-первых, нужно взять нитку потолще. Вот у меня нитки ирис голубого цвета. Я сейчас отмотаю такое небольшое количество нитки и соединю ее пополам. Для того, чтобы у нас эта ниточка была поплотнее и она будет лучше видна. Затем на нашей елочке тоже можно сверху закрепить этот узелок. И я начинаю обматывать вот не подряд, как мы шли с вами параллельно линия к линии, а с таким разбегом, например, сюда, потом здесь, вот такие большие, делать промежутки между линиями. И тогда у нас получается вот такая гирлянда. Видно? Тут мы тоже сверху, конечно же, ниточку нашу завяжем, закрепим. На макушку можно прицепить какой-то бантик, как на этой елочке. И тогда ваша елка будет уже полностью доделанной. Ребята, вы можете, конечно же, взять картонный вот этот треугольник, и тогда у вас получится сама елочка, да, большого размера. Тогда вы можете ее где-то поставить как украшение. Вы можете сделать эту елочку гораздо меньше, например, 10-15 сантиметров. И тогда у вас получится елочка, которую можно вот здесь за петельку подвесить на вашу настоящую елку и украсить таким образом вашу ель дома. Ну, а можно просто, да, поставить вот как я, просто как украшение, где-то в шкафчик. И так, ребята, я надеюсь, что вам сегодня было интересно. Мы с вами вместе смастерили елочку, узнали о традициях празднования Нового года в разных странах. И я надеюсь на встречу с вами в следующий раз. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова